Итак, для того, чтобы передать нам название нашей кнопочки, нам нужно отправить в этом интенте параметр названия кнопки. Для этого между объявлением нашего объекта Intent и запуском этого объекта, который приведет к запуску другого Activity, мы вставляем пробел и должны с вами здесь кое-что сделать. Мы должны обратиться к нашему объекту Intent, поставить точку для вызова его параметров и вызвать putExtra. Вот он, подсказывает нам уже Android Studio. Есть метод putExtra в зависимости от того, какие параметры мы хотим отправить. Мы будем отправлять строку, поэтому вот смотрите, string, string выбираем и табуляция. Здесь мы в первых, в кавычках двойных, должны указать ключ, то есть ключ, по которому мы схватим эти данные. Ну, давайте наим назовем. Далее ставим запятую и теперь мы должны указать, что мы должны передать. Мы будем передавать название нашей кнопки. Объект кнопки у нас имеет название. Ну, смотрите, мы если вернемся в шаблон, текст кнопки у нас хранится в параметре text. Что мы должны сделать? Мы должны, во-первых, обратиться к объекту кнопки у нас StartShop. Start, вот он, StartShop. Как вы помните, он у нас нулабельный, и поэтому обращение к нему через вопросительный знак. Вопросительный знак ставим, точка, то есть обращаемся к параметру, и параметр у нас text. Просто вводим название text, параметр. Но для более корректного, смотрите, сейчас мы положили сюда просто название. Название в качестве атрибута text, но для более корректного, хотя у нас сейчас этого не требуют, но для более корректного использования нам нужно привести этот параметр text в строковый тип данных, то есть в тип данных string. Для этого ставим точку и вводим, и ищем функцию toString, который позволяет приводить любые данные в строковый тип данных. ToString. Все, отлично. Если бы у нас серым бы загорелось, а не оранжевым, то можно было не использовать, удалить. Все, мы отправили здесь этот параметр. Но нам нужно схватить его, этот параметр, в следующем активите и записать в текстовое поле. Переходим. Вот у нас есть XML шаблон следующего второго активите. Давайте в режим код переходим. И здесь давайте побыстренько мы сейчас создадим текстовый виджет. Виджет с текстом. Это AppCom, получается, он называется TextView. TextView. AppComPate. AppComPateTextView. Ну, также давайте сделаем его по контенту, высоту тоже по контенту. Сделаем его в местоположении справа по отношению к родителю. Также давайте слева его сделаем также по отношению к родителю, то есть по центру. Здесь давайте сверху мы его сделаем тоже к родителю и снизу к родителю. И вот если вы такие параметры задаете Как я сейчас отдал То есть со всех сторон к родителю То получается что он Просто и закроем давайте Он одинарный так Он одинарный виджет То есть видите я справа к родителю Слева к родителю, справа вверху к родителю Снизу к родителю, то есть он по центру растянется Ну дальше же нам нужно дать ему ID Вы можете кстати не Android писать А сразу ID Видите Android ID Выбираем собака плюс ID И ну да Давайте здесь Name просто назовем ID Индивидуальный идентификатор Теперь переходим в класс Нашего второго ActivityShop Ну и здесь то же самое Давайте Здесь Назовем name Переменную К типу Двоеточие К типу К типу Относится App Com App Com TextView Вопросительный знак Мы инициализируем Так как у нас Но лабельное должно быть И здесь уже Внутри метода Downcreate Мы обращаемся к этому объекту Вызываем Метод FindViewBid Обращаемся к ресурсу Обращаемся к идентификатору Да и обращаемся К name У нас name имеет ID Смотрите Выбираем name И вот если мы перейдем В шаблон Shop Видите name ID И здесь name Все отлично И теперь нам нужно Принять наши данные Для приятия данных Мы должны использовать Объект Bundle Помните мы Вот здесь Я вам рассказал про этот Bundle Который механическая рука Эта механическая рука Срабатывает Когда создается Activity Когда запускается Activity Он определяет все настройки Для того чтобы И эта механическая рука Должна при запуске Этого Activity Поймать Передаваемый параметр С прошлого Activity Ну назовем например Этот объект Создаем Well То есть он единожды Он не будет больше меняться И называем его Как допустим GetData Ну вы можете Любое название Давать ему Если бы мы писали На языке Java Нам нужно было Инициализировать его Как Bundle А потом вызывать его методы Но здесь Все намного проще В Kotlin Нам срочно Просто нужно вызвать Параметр этого объекта Bundle Который у нас Как механическая рука У нас должен быть метод GetIntent В Kotlin Он просто называется Intent Он нужен для получения Данных С объекта Intent Который запускает Переадресацию С прошлого С прошлого Активити Просто Intent Вот его подсказывают Уже И GetExtra Который позволяет Получать данные С параметра PutExtra Смотрите Видите Intent Объект Здесь мы поймали Этот объект А метод сейчас Extra Будет хватать Вот этот параметр Поэтому мы должны Просто Extras Вот И теперь нам нужно Передать Схваченный Вот эти параметр В name Да Для этого мы Обращаемся к name Смотрите Обращаемся к name И нам нужно Положить его Этот принимаемый Строковый параметр С названием В атрибут Text Просто у текстового поля Контент Содержится в атрибуте Text Как в батоне Тоже был атрибут Text Где было название Кнопки В виджете TextView Весь контент Содержится Также в поле Text Поэтому мы Обращаемся к полю Text Вот он Это поле Text У нас Нулабельный Нулабельный Объект Поэтому Вопросительный Знак При обращении Ставим И Операция Присваивания Равно И здесь Мы должны Сказать Что будет Внутри Этого поля Text Нам нужно Обратиться К объекту Bundle GetData Который Принимает себя Параметры GetData Далее Мы ставим Точку Мы ставим Вопросительный Знак Точка Так как у нас Ну этот объект Bundle Как вы видите Видите В сервере Написано Что он Тоже Такой Нулабельный Да И здесь Нужно вызвать Метод Get То есть Получение Вот Get И ключ Видите Get Key String Видите Get И в скобках Внутри Этого метода Гей Нужно указать Ключ Возвращаемся В первой Активити У нас Ключ Name Видите Name Ключ Давайте Во второй Активити И здесь Просто В скавычках Name И Нам нужно Перевести Все это Выражение К строковым Типам Данных То есть Чтобы Поле Text Получило Строку Для этого Точка И ToString То есть Приводим К стринговой Операции Если у вас Какие-то ошибки Выходят С текстовым Полем То Всегда Проверяйте Его На ToString Обычно В этом Ошибка Есть Или Вы забыли Бывают Случа Когда Вы забываете Вставить Вопросительный Знак Если Объект Нулабельный То есть Объявлен Как Нул Здесь Ну Вот В принципе Все Сейчас Все Должно Сработать Мы Должны Теперь Компиляцию Запустить Вашу Нашу Компиляцию Запускаем Кнопка Next Кликаем И пожалуйста Название Записалось Текстовое Поле Как вы видите У нас Все работает Вот так И работает Передача Аргументов Или Каких-то Данных Простых Данных Сейчас Речь идет О простых Строковых Данных Из Одного Activity В другое Но с этими Activity Есть проблема Про которую Мы будем Говорить В конце Этого Блока В следующем Видео Мы поговорим С вами О фрагментах Что это Такое Почему Столько Трудностей С ними И почему Большинство Неправильно Их Используют